Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как создавать идею интерьера. Поделюсь самыми сокровенными знаниями дизайнера. Поехали! Давайте представим себе следующие ситуации. Первое. Вы говорите, я не хочу, как у всех. Хочу что-то индивидуальное. Друзья, вам поможет только идея. Потому что если вы будете приносить аналоги дизайнеру, аналоги вы будете брать из интернета, а в интернете большинство одинаковых интерьеров. Соответственно, есть большой риск, что вам сделают точно такой же одинаковый интерьер. Ну или вы лично, если будете работать по аналогам, которые насобирали в интернете с одинаковых интерьеров, то вы, соответственно, сделаете еще один клон интерьера. Поэтому хочешь что-то уникальное, придумывай идею интерьера. Случай номер два. У вас не слишком большой бюджет. Или вы не хотите вкладывать большой бюджет. Вам поможет только идея интерьера. Потому что если не будет идеи, то не получится создать красиво. Когда получается красиво. Только в двух случаях. Когда у вас много денег, и у вас получается красивый ремонт. И либо когда у вас есть идея. Тогда у вас есть шанс скреативить и получить что-то необычное, вкусное. И действительно по-дизайнерски достойное. То есть красивый интерьер может получиться только если у вас есть много денег. Либо если есть идея. Ну а если у вас есть и идея, и деньги, то вообще получится шедевр. Третий случай. Идея интерьера нужна для того, чтобы интерьер не надоел. Это очень частый вопрос моих заказчиков, а не надоест ли мне интерьер через год или через два. Видимо, они уже с этим сталкивались. Так вот, идея гарантирует то, что интерьер не надоест. Почему? Потому что идея создает определенную атмосферу, которая откликается лично вам. Понимаете? Это не скопированная красивая картинка, а именно атмосфера. Чувствуете разницу? Поэтому, если вы придумаете идею интерьера, то это гарантирует то, что ваш интерьер никогда не устареет. Он всегда будет вне моды, вне тренда. Это будет что-то особенное, что-то ваше личное. Четвертый случай. Идея интерьера нужна, когда вы хотите выделиться на фоне конкурентов. То есть, если у вас коммерческий объект, вам нужно отличаться от всех таких же, как вы. Соответственно, вам нужна идея. Идея поможет вам выделиться и предстать совершенно в ином свете. Если хотите, назовите это УТП. И второй момент, как вы уже поняли, это поможет вам сэкономить. И отличаться будете, и денег много не потратите. Ну, согласитесь, это огромный плюс. Ну, а теперь я покажу вам, как придумать идею интерьера. И покажу схему, как это делается, чтобы вам вообще стало абсолютно все понятно. Поэтому смотрите ролик до конца. Все начинается с планировки. На планировке расставлена мебель. Это мебель и есть элементы интерьера. То есть, это части целого. Вот эти вот части. Диван, кресло, шкаф, цветок, стул, люстра, отделочные материалы. Это и есть отдельные элементы. И если провести аллегорию, то эти элементы можно представить в виде детских игрушек. Вот они тоже являются элементами чего-то целого. Что-то целое, это пирамидка. Для того, чтобы нам ее собрать, нужно подобрать подходящие элементы. Все остальные просто не подойдут. А даже если и подойдут, то будут выглядеть нелепо. Поэтому наша задача подобрать подходящие элементы интерьера и собрать ее в пирамидку. Тогда ваш интерьер соберется в гармоничную композицию. Пирамидки бывают разные. Абсолютно разные формы, разных стилей. И как вы понимаете это, и как вы уже поняли, речь идет о разных интерьерах. То есть, подбирая разные элементы, получаются разные пирамидки. То есть, разный дизайн интерьера, разная атмосфера. Вот здесь на экране сейчас вы видите, что каждой пирамидке соответствует свой интерьер. И интерьер получается именно таким, а не каким-то другим. Потому что он собран из определенных элементов, которые подходят друг к другу. И когда собираются в свою пирамидку, выглядят абсолютно гармонично. Получается, собирая разные элементы интерьера, но подходящие друг к другу, в пирамидку мы получаем интерьер с идеей. Здесь все интерьеры насыщены идеей. У каждого интерьера своя атмосфера. Давайте их посмотрим. Первый пример это интерьер абсолютно минималистичный, в расслабленном стиле. Я бы назвал это такой стиль дзен. Абсолютно нейтральные стены, умиротворяющая обстановка, гамак висит посередине. Ну, прям заходи и расслабляйся. Следующая пирамидка интерьер это абсолютно футуристичный интерьер. Интерьер будущего. Здесь и фактуры, и текстуры. Сама мебель, ее форма говорят нам о том, что мы попали в будущее. Следующая пирамидка интерьер это атмосфера путешествия. Причем не где бы то ни было, а в каких-то жарких странах, наверное, это Африка. Четвертый интерьер это дорого, гламурно, богато и современно. Все интерьеры абсолютно разные. И примеров я могу приводить сотни. Их объединяет одно. В каждом есть идея интерьера и своя уникальная атмосфера. Почему она такой получается? Потому что за каждым интерьером стоит конкретный человек. Ну или семья. И если мы сейчас посмотрим на портрет этого человека, то мы увидим, что случается абсолютное сходство, абсолютный коннект с интерьером. Ну вот, например, в первом случае, это девушка, которая занимается йогой, здоровый образ жизни, которая любит релакс. И посмотрите, насколько даже ее внешний образ подходит под образ интерьера. То есть, это как кожа, в которой мы находимся, и нам абсолютно в ней комфортно. А если это какая-то чужая, не наша, то, соответственно, через какое-то время мы начнем ощущать абсолютный дискомфорт. Вот в чем сила идеи. Как получаются эти самые интерьеры вне времени, интерьеры с идеей и атмосферой? Для начала мы должны с вами определить, с каким человеком мы имеем дело, что это за персонаж. Когда мы это определили, мы ищем идею. Собственно, идея это стержень всего интерьера, вокруг которого все крутится. Стержень, который все держит. Поэтому мы определяем, что за персонаж, какой для него подойдет стержень, то есть идея интерьера. Вот видите, здесь, например, эти идеи могут быть абсолютно разные. Их миллион витает в воздухе. И одна из них может быть вашей. И вот когда мы определили эту идею стержень, для нее мы ищем подходящие элементы интерьера. Вот если сравнить это с детской пирамидкой, то для этой пирамидки не подойдут другие элементы, вот такие как гайка или какие-то еще там деревянные абсолютно левые элементы, а подойдут только те, которые нужны нам, которые подходят по цвету, по фактуре, по форме. И вот когда мы их подобрали и нанизали на этот стержень, получилась пирамидка, то есть наш гармоничный интерьер, который 100% подходит именно для этого персонажа. А что будет, если так не заморачиваться и не искать эту самую идею интерьера? Получится просто дизайнерский ремонт. Например, как вот эти две квартиры. Чистенько, ровненько, симпатичненько, но без идеи. Получается, это просто картинка. Сложно сказать, для кого этот интерьер, а что за персонаж здесь находится. Не надоест ли ему это пространство через год или через полгода. Это абсолютно непонятно. По такому принципу, знаете, делают отельные номера. Ну, типа для всех. Но если речь идет о частной квартире, о частном доме, то здесь, конечно, лучше искать идею, чтобы отразить свою индивидуальность. Но главное даже не это, а главное то, чтобы создать атмосферу. Помните, я говорил, вот как такую кожу, в которой человек будет ощущать себя абсолютно гармонично всегда. Картинка это про моду и про тренды. Сегодня модно, завтра не модно. Сегодня мне нравится, а завтра не нравится. Почему? Потому что это просто картинка. А идея это не просто картинка. Она затрагивает все органы чувств. А самое главное, она включает такие некие переживания, которые находятся у вас внутри. Соответственно, это нечто большее, чем просто красивая картинка. Ну, а теперь конкретно, как создавать идею интерьера. Пошагово даю вам схему. Это будет интересно тем, кто планирует заказывать дизайн интерьера. Вы увидите, как мы это делаем. Это будет полезно тем, кто хочет научиться дизайну интерьера. Первое, что мы делаем, это выявляем индивидуальность. Второе, ищем идею интерьера, то есть стержень, на который будет нанизываться все последующие элементы. И третьим шагом мы ищем подходящие элементы для будущего интерьера. Для того, чтобы они собрались в гармоничную композицию, вот в ту пирамидку, единственно правильную, которая и будет, собственно говоря, ваш интерьер. Теперь вот эта вот общая схема, она абсолютно понятная и прозрачная, но внутри каждого элемента, внутри каждого шага, есть еще много действий, которые необходимо совершить. Я сейчас кратко по ним пройдусь, ну а подробно я об этом рассказываю в своей школе. Ссылку оставлю в описании. Если вам интересно, то переходите, жмите и изучайте курс. Ближайший стартует 15 мая, так что успевайте, записывайтесь. Давайте пойдем по пунктам. Первое, как выявить индивидуальность. Ну, понятное дело, что нужно заполнить техническое задание, то есть хотелки клиента, но этого недостаточно. Обязательно нужно провести интервью, а иногда два или даже три, для того, чтобы понять, а что же нужно на самом деле вашему клиенту. Понять, что же это за человек, какие его жизненные ценности. И по итогу даже составить психологический портрет. Ну, люди ведь разные, они по-разному эмоционально реагируют на окружающую действительность. И нам очень важно знать, в какой атмосфере психологически комфортно будет этому человеку. Когда мы это выяснили, мы перейдем на следующий этап. Будем искать идею интерьера. То есть, тот самый стержень, на который будут нанизываться в последующем элементы нашего интерьера. Что для этого нужно сделать? Ну, первым делом нужно осмыслить проектную задачу. Вообще, что от нас хотят. И это очень важно, потому что многие дизайнеры бросаются сломя голову рисовать проект, не понимая, не осмыслив, соответственно, в последующем рисуя не то, что хотелось бы. Далее нужно поработать с ассоциациями. И это ваш кругозор. Чем богаче жизненный опыт, тем больше насмотренность, тем ассоциативный ряд может быть гораздо шире. Ну, например, Адидас ассоциируется с тремя полосками. Дом в деревне ассоциируется вот с такой крышей. Цветы ассоциируются с зеленью. Советский Союз ассоциируется с красным цветом. Это и называется работа с ассоциациями. И этим может заниматься абсолютно каждый. После этого мы ищем картинку, образ и придумываем историю для этой картинки. Картинка, образ может быть абсолютно любой. Это может быть картина, это может быть конкретная мебель, это может быть какое-то стихотворение, это может быть какое-то действие, это может быть музыкальное произведение. Да, в принципе, все, что угодно. Главное, чтобы это отображало характер, настроение и жизненные ценности. нашего клиента. Если все получилось, клиенту понравилось, это и есть идея интерьера, то есть стержень, на который сейчас мы будем подбирать соответствующие элементы и собирать их в гармоничную композицию. Подобрать элементы тоже не так просто, они должны соответствовать нашей идее. Для этого мы работаем с колористической схемой, то есть элементы должны соответствовать определенной колористической схеме. А для этого мы учимся работать с цветом. Просто так сделать набор каких-то цветов не получится. Нужно знать законы работы с цветом, нужно знать рецепты, которые работают, и, соответственно, их применять. Далее мы работаем с формой и фактурой. Это тоже очень важно, потому что они будут отображать образ нашего интерьера. Если наш образ интерьера мягкого, то мы будем подбирать соответствующие мягкие фактуры, а не жесткие. Ну, например, кожа это более жесткий вариант, а ткань более мягкие, а какие-то ткань букле, например, еще более мягкая, а шерсть добавит теплоты. Ну, понимаете, да? Соответственно, с формой такая же история. Если наш диван четко прямоугольный, то он уже не будет отвечать нашему образу. Мы будем искать более округлые формы. А для этого тоже потребуется насмотренность, потому что нужно знать, из каких элементов собирать интерьеры. Также это называется кругозор. Чем шире кругозор у дизайнера, тем богаче и интереснее получается в будущем интерьер. Следующее это дизайнерские фишки. Интерьер становится интересным, когда там появляются какие-то определенные приемы. Конечно, нам хочется напихать как можно больше этих приемов, но так не работает. Мы должны подобрать только те, которые отвечают нашему образу и идее. Не надо пихать все подряд и устраивать винегрет. Нет. Мы будем учиться отбирать именно те, которые нужны именно для нашей идеи. Ну и в итоге мы отбираем подходящую мебель, светильники, отделочные материалы, декор, текстиль. Это и есть те элементы, которые мы будем собирать в композицию. На следующем этапе все это собирается в единое целое и представляет из себя следующее. Планировка, на которой все эти элементы расставлены и они должны быть расставлены уже композиционно правильно. Концепция, то есть коллаж будущего интерьера, по которому мы уже понимаем, как будет выглядеть, из каких элементов, то есть мебели, материалов, этот интерьер будет собран, какая у него цветовая гамма. В принципе, когда у вас есть планировка, есть коллаж, концепция, в принципе уже все понятно. Что это за интерьер, где что стоит, как это выглядит, в какой это цветовой гамме и можно это уже отдавать рабочим. Если интерьер не очень сложный и не сильно замороченный. А сейчас, друзья, конкретный пример из нашей практики. Сейчас это называют кейс. Я вам расскажу, как мы придумывали идею интерьера для одного заказчика. Что это за заказчик? Это молодая пара, которая вот-вот поженится и эту квартиру для них делает папа, помогает сделать. Купил квартиру, я так понимаю, вкладывает туда деньги, очень их оберегает и беспокоится, чтобы все было хорошо. Запросы следующие. Нужно сделать красиво, чтобы это было не так, как у всех. Зафиксировали? Часто приходят и просят, сделайте мне вот как у этих, как у этих, а тут сделайте не так, как у всех. Следующее пожелание нужно сделать быстро, потому что хочется заехать туда до свадьбы, ну или во время свадьбы. Неважно, быстро. Третье, надо сделать недорого. Ну, мы понимаем, что относительно недорого. То есть недорого это означает без необдуманных трат. Когда я попросил аналоги, мне ответили так, аналоги мы вам не покажем. Вы, пожалуйста, сами подберите и сами покажите нам, как должно быть. Потому что все-таки вы профессионал и должны в нас воспитывать вкус. Я думаю, ух, как классно-то. И следующий запрос. Мы хотим в нью-йоркском стиле. Вот такие у нас заказчики. Они хотят, чтобы было красиво, быстро, недорого, в нью-йоркском стиле и при этом, чтобы мы воспитали им вкус. Теперь давайте со всем с этим разбираться. Что такое нью-йоркский стиль? Если коротко, это огромные пространства с большущей мебелью, наполненные искусством. Вот как в этом примере. Большого пространства у нас, конечно, нет. С гигантскими потолками. Но зато у нас есть возможность насытить интерьер интересными дизайнерскими вещами. То есть, это арт-объекты. Как это любят делать в нью-йоркских квартирах. А также у нас есть возможность сделать стены какими-то простыми, лаконичными, вот как в нью-йоркских квартирах. Грубо говоря, просто их покрасить. Нью-йоркский стиль это лофт. Именно в Нью-Йорке зародился этот стиль благодаря тому, что там очень много производственных помещений стали пустовать. И эти производственные помещения стали обживать, в первую очередь, творческая богема. Например, такие, как Энди Орхол и знаменитый художник Джексон Поллок. Как можно воспитать и развить вкус? Развить вкус можно только через искусство. Ну, как музыку через слушание этой музыки. Точно так же и искусство через смотрение этого искусства. Воспитать вкус, развить вкус. То есть, это картины, какие-то арт-объекты. И все это сложилось в стройную историю. Но, когда мы хотим, чтобы нам воспитали вкус в нью-йоркском стиле, получается, что нью-йоркский стиль плюс лофт плюс искусство, вот это и есть наш стержень, который поможет создать интерьер быстро, недорого и креативно. Почему быстро и недорого? Потому что лофт это такой стиль, который не требует выводить ровно стены, делать какой-то уникальный дизайн. Нет, это же в бывшем производственное помещение, поэтому мы можем оставить даже несущие опоры просто в бетоне. Вообще никак их не отделывать. Остальные стены покрасим просто белой краской и все. Единственное, на пол положим деревянный паркет, это просьба заказчика. Остальную мебель сделаем простую и лаконичную, не будем в нее вкапывать огромные бюджеты. Двери поставим тоже обыкновенные с обналичкой и не будем тратиться на скрытые двери, не будем тратиться на скрытые плинтуса, просто сделаем их в накладочку. Это решит вопросы быстроты и деньги сэкономим и сделаем быстрее. Яркие дизайнерские акценты. Если мы хотим в нью-йоркском стиле, то они обязательно должны появиться. И эти яркие дизайнерские акценты будут в виде мебели, картин, светильников. И если их правильно, грамотно подобрать, то все это сложится в композицию. И эта композиция называется нью-йоркский стиль. Опять посмотрим на этот пример. Увидим, что здесь так и есть. Над стенами никто не заморачивался. Ремонт абсолютно простой. Просто крашеные, даже где-то местами кривоватые. Но на фоне этих стен стоит абсолютно дизайнерская мебель. Много искусства. И все это делает пространство интересным, атмосферным, отвечающее нашей идее и запросам клиентов. Теперь переходим к концепции коллажу. Здесь вы видите планировку. На ней расставлена мебель, чтобы сориентироваться, как будет выглядеть наше пристранство. Ну и начинаем формировать, то есть рисовать, делать коллаж нашего будущего пространства. Из чего состоит наше будущее пространство? Это деревянный пол, паркет, стены белые, поэтому просто белый лист. По краям стоят бетонные опоры и здесь я их оставляю в чистом бетоне. А мебель, например, кухня, которая здесь тоже появится обязательно, на планировке ее видно, будет абсолютно сливаться со стенами, то есть растворяться в интерьере. А вот кухонный остров я решаю сделать чуточку поинтереснее, то есть использую не просто белый цвет, а с какими-то разводами. То есть это камень, мрамор с разводами, который сделает остров чуточку интереснее и чуточку привлекательнее на фоне белой стены. Вот мы создали наш лофтовый интерьер, теперь нужно насытить его интересными предметами. Теперь, чтобы создать нью-йоркский стиль, ну, в нашем понимании этого слова, нужно интерьер насытить интересными арт-объектами. Я начинаю с картины. Это большая яркая картина, которая будет находиться прямо за островом, и это главная фокусная точка, которая призвана привлекать внимание и даже немножко эпатировать посетителей этого интерьера. Но к этой картине, чтобы усилить эффект, мы должны подобрать дополняющие элементы. Другие элементы, помните, элементы пирамидки? Это, конечно, обеденный стол, стулья, торшер, светильник над обеденным столом. Стол я выбираю деревянный, но, во-первых, за деревом сидеть приятнее, стол круглый, чтобы уголками не цепляться, ну, и вообще он выглядит мягче. А также у нас появляются и прямые формы, и круглые формы, они же находятся в картине, вот эти самые формы. Светильник над столом абсолютно аморфной композиции, который, в общем-то, абсолютно втоит некоторым элементам из картины, и эта люстра висит над островом. Ну, во-первых, это элемент как бы от картины, во-вторых, она хорошо освещает рабочую поверхность на острове. Кстати, обратите внимание, остров стоит абсолютно посередине. То есть, вот такое интересное, тоже необычное дизайнерское решение, абсолютно лофтовое, когда какие-то элементы интерьера стоят абсолютно свободно в пространстве. Стульчики к столу стоят пластиковые, здесь я сыграл на контрасте. По цвету они, как, опять же, некоторые элементы из картины и очень хорошо дополняют всю композицию. Ну, и теперь, завершая весь интерьер, появляется диван, кресло, необычной фактуры ковер и телевизор, который, конечно же, обязательно появится в любом интерьере, но телевизор не просто так, а телевизор Мольберт. Он стоит на ножках. Это отсылка к нашим художникам. Ну, помните, я вам показывал Пола, Канди Орхол, Мольберт, картина, и вот у нас все складывается в такое некое интересное, ну, давайте назовем его арт-пространство по-нью-йоркски. Все это собрано в единую композицию и создает атмосферу нью-йоркского стиля. Конечно, этот нью-йоркский стиль в нашем понимании то, как это должно выглядеть. Это то самое, что будет делать ваш интерьер абсолютно уникальным, не таким, как все, и он будет только про вас. В моем примере это конкретно такой набор мебели и такие решения. В вашем случае это будет совершенно другой интерьер, другая атмосфера, другая пирамидка. И появится она и сложится абсолютно из других интерьеров, появится из вашей истории, из вашей идеи, из вашего образа. Но, чтобы его найти, нужно пройти тот путь, про который я вам сегодня рассказывал. Ну, и в самом заключении хочется сказать, что мы получили отзыв от самого Энди Орхола, который сказал, ребята, это настоящий нью-йоркский стиль. Вот так вот, молодцы. Ну, а на этом все. Хочется в завершении сказать, если хотите научиться такому подходу, приходите ко мне в школу. Если хотите себе уникальный интерьер, заказывайте дизайн и не заморачивайтесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели научиться или что бы вам создали такой уникальный интерьер. Переходите в описание, пишите комментарии, а также там есть все полезные ссылки, которые вам необходимы. На этом все. Всем пока. Интерьеров вам с идеей атмосферы в дом. Да пребудет с вами муза. Подписаться не забудьте и поставить лайк.